И всем привет, ребят! С вами Старбайк, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обзору нового устройства на пушку Страйкер, который появился у нас сегодня, грубо говоря. Да, если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать его лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игровой аккаунтики станет им личный, так, так, темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего устройства, то сегодня мы будем тестировать устройство на Страйкер, которое называется Пусковая установка Метеор. Это устройство, которое делает наш Страйкер без сплэшевой пушкой, но при этом имеет урон плюс 25% силу удара. Плюс 50%, минимальную скорость ракеты 90 метров и максимальную скорость 350. То есть ракета у нас должна лететь быстрее. Пауза между ракетами в залпе тоже как будто бы какая-то супермаленькая. Поэтому посмотрим, как это все дело будет работать на практике. Будет ли работать вкусно сводка Страйкера. Ну и насколько вообще все это дело будет эффективно. Поэтому пикаем быстрый бой. Не будем здесь ничего придумывать, не будем ничего выдумывать. И будем пробовать реализовывать комбинацию в виде Крусейдера Страйкера. Ну и еще попутно будем сосулендрочки вкусненькие накидывать. Закидывает меня на Йоркшир. Неплохая карта. Вообще, если честно, можно было бы даже запикаться в какую-нибудь осаду, чтобы посмотреть сводки больше Страйкера на противнике, который будет стоять в одной точке. Ну ладно, куда закинуло, туда закинуло. Йоркшир у нас есть. Поэтому теперь наша задача это попадать по противнику. 2 250 урона с выстрела. Еще и ракета летит моментально жестко. Только единственное все, что мне нужно делать, это четко попадать по противнику. Мне надо прям четкое попадание. Порезом, что у нас тут лучше всего взять? Шафт, Скорпион и Рельса, наверное. Шафт, Скорпион, Рельса. Сейчас мы такие резисты возьмем. Скорпионы точно здесь будут у нас накидывать. Нифига себе, быстро летит ракетка. Нифига себе, ракеточка быстро залетает по оппоненту. Тут только успевай попадать. Только лучше, наверное, использовать не летающий корпус, а обычный дефолтный, чтобы у меня четко выстрелы залетали. По 1100 урона с одной ракеты по ДАшному танку. Ну, я считаю, что это очень неплохо. Это прям очень неплохо. Надо еще посмотреть, как будет со сводки сейчас это все дело работать. И по корпусу лучше, я думаю, что использовать не леталку. Да, то есть, например, условно, какой-нибудь Хантер в этом плане будет смотреться поинтереснее. Но ракета летит крайне быстро, и это не может не радовать. Да, то есть, я даже тот, который косой прям жесткий на страйкере, за счет того, что здесь летит так быстро ракета, смогу попадать по оппонентам. Да, то есть, 2250 у нас ракета дает по без ДАшному танку. По ДАшному 1100. Да, это очень хорошие цифры. Сейчас попробуем еще сводочку проверить. Сводка у нас вроде как дефолтна. Ух ты! Ух ты! Залетка быстрая! Нифига себе такую цесулендрочку еще даем на ход ножки. Пытаемся сразу разбодрить противников. Я на гиперионе, если что, да? Я уже не на каком-то дроне, который повышает дополнительно урон нашего страйкера. Если бы здесь был бы старый кризис, то что-то мне подсказывает то, что урона могло бы быть прям очень жестко много. Да, то есть, если, например, со старым кризисом все это дело реализовывать, было бы прям очень приятно. Ну, либо же нам надо просто занять позицию и как можно дольше пожить, да? Постараться, вот, например, сейчас справа запушить и просто встать в этой правой зонке и кидать урон по респу. Да, то есть, мне кажется, тоже может сработать очень неплохо и на большое количество очков сыграть. Да, то есть, ну, плюс-минус, как раньше с дистанционным подрывом мы играли. То, что мы занимали, например, определенную точку и с этой точки просто стояли и накидывали безумно большое количество урона. Единственная только проблема, что у меня с леталкой углы не такие хорошие, но урон как будто бы выглядит прям очень хорошо. Как будто бы прям очень хорошо. Только устройств крутых на страйкере, если честно, сейчас есть, да? И это еще под гиперионом, да? Что было бы со старым кризисом? Я вообще фиг его знает. Мне кажется, со старым кризисом урон был бы просто великолепный. Так, давайте поменяем резист. Возьмем резист от рельсы. Рельса, шафт и скорпион. И попробуем занять сейчас какую-нибудь точку интересную под накидочку урончика чисто. Да, в моем понимании, после сегодняшнего обновления лучше всего подходит вот именно этот гиперион. Можно, конечно, и с бустером пробовать реализовывать что-то. Можем, кстати, даже в моменте бустера попробовать пощупать. Да, но что-то мне подсказывает, что все равно это устройство будет себя получше показывать. Единственная проблема, что вообще нет сплэш-урона. Если бы хоть какой-то был бы сплэш-урон, было бы все-таки получше. А так как у тебя вообще нулячий сплэш-урон-то в моменте, конечно, ну не совсем приятно. Да, сводочку попробуем сейчас дать. Сводка тут была очень быстрая. Максимально. Офигеть, просто эти четыре ракеты с минимальным расстоянием. Ух, еще и сосулендрочки такие вкусные залетают. Прям очень хорошо. По урончику пробуем поработать. Отлично. Блин, урона очень много можно выдать по ощущениям с этим страйкером. Если вот такую какую-то позицию занимать, то должно это работать супер круто. Но, 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 если вот сравнивать, да, вакуумка есть, да, вакуумные боеголовки. Есть фауст, да, то есть есть вот теперь еще метеор. Все эти устройства, они все крутые. Да, то есть они все могут давать супер прибыль на страйкере. И вопрос другой, если у вас есть эти все устройства, да, какое устройство выбрать? Какое выбрать? Да, то есть, например, если противник кучкуется, как вот в этой катке, да, лучше использовать какую-нибудь там вакуумную боеголовку, либо там, не знаю, там дистанционку условно какую-то, да, дистанционный вакуум. Ну, вернее, вакуумная боеголовка это и есть дистанционочка, да. То есть, либо же, если вот вы играете на маленькой карте, лучше использовать фаустика. А вот если противник, например, не кучкуется, да, вот, ну, бывают такие бои, где вот по одному чисто играют противники, то лучше использовать уже вот это вот устройство. Но оно тоже такое прям очень интересное. Давайте попробуем взять бустера. Посмотрим, что у нас будет с повышенным уроном. Потому что бустер сейчас имеет столько же урона, сколько и кризис. Поэтому нет разницы использовать бустера, либо кризиса, только здесь у меня есть возможность прожатия всех припасов. Да, то есть я теперь могу прожать все припасики. Посмотрим, сколько урона будет залетать с одного выстрела. Блин, ну, очень быстрая ракета. Прям максимально быстрая ракета. С ДДшки. Две шестьсот! Вот так вот, две шестьсот просто залетает. Две шестьсот вкусненькие. Так, пробуем вот здесь вот открыть противника. Две пятьсот. Две пятьсот, две шестьсот. Вот, с выстрела. Шикарно. Человечек уже взял резистик от нас. Конечно, я бы тоже от страйкера взял бы резист. Все таких приколов. Тысяча шестьсот. Тысяча двести. Это у нас ДДшный. А, нет, это не защитник. Мне показалось изначально, что это на защитнике чел играет. Семнадцать киллов у меня за полбоя. То есть, грубо говоря, за полный бой с такой катки я могу дать, ну, наверное, киллов где-то тридцать. Тридцать пять. Да, даже с такой карты. При том, что я часто ухожу на респ, катаюсь по карте, да, не занимая позицию. Хотя вот если я буду занимать четкую определенную позицию, то в этом плане очков я смогу заработать значительно-значительно больше. Да. Давайте вот сейчас попробуем здесь правую зонку занять. Как раз здесь противник под нее не играет. У нас будет возможность подсейвиться. Неплохо. Так. Попробуем эту позицию реализовать. Идея должна быть очень круто. Идея должна быть очень хорошо. Попробуем просто стоять вот так вот на пассивочах по 1700 просто закидывать каждым выстрелом. Вот единственное, только плохо, что только по одному противнику, да, то есть нет тут сплэша. Там два или три противника стояло на одной точке, а я накидываю урон только по одному. Да, то есть в этом плане немножечко плохо. Но для тех ребят, которые, например, играют в турнирах на страйкере, такое устройство прям очень хорошо работать будет. То есть на таком устройстве можно прям круто поучиться поиграть. За счет того, что ты только наносишь урон только прямым попаданием по оппоненту. Но единственное только то, что здесь страйкер быстрее летит тебе. Этот момент будет немножечко мешать. Но бустер, как альтернатива убитому кризису, я считаю, что неплохой вариант. Да, то есть можно накидывать так урончик по 1700, просто стычки. Выглядит прям очень хорошо, особенно с таким быстрым полетом ракетки. Выглядит прям очень вкусненько. Так, сейчас у нас там противнички. Пытаются сагрессировать. Можно было дать тоже Сасулендру. Мейт, к сожалению, в трупик попадает. А вот здесь трупы единственное будет немножко мешать. Две с половиной тысячи урона просто с выстрела пытаемся дать Сасулендру через всю карту. Залетает идеально еще и в голову оппонентику. Шикарно. На ДДшку у меня кулдауна нету, грубо говоря. Поэтому вообще супер. То есть такая позиция, вот где ты стоишь и живешь, она очень сильно на таких пушках, как страйкер, окупается. Еще бы я бы каждый выстрел бы попадал бы при открытии противника, тогда было бы вообще великолепно. Было бы просто шикарно. Ну и каточку мы довольно легко выигрываем. Давайте попробуем даже немножко дальше запушить. Попробуем здесь вот такую зоночку занять более агрессивную. Попробовать эту агрессию реализовать. Ну вот сводка прямо очень жесткая. То есть если вот так вот сводить, это без шансов. Просто без шансов. Просто у тебя 4 ракеты, которые наносят по 1200 урона. Тяжелый танк улетает на респ 100%. 100% улетает тяжелый танк на респ. То есть сводка в этом плане просто бесшансовая. Вы можете вообще эту сводку на постоянной основе реализовывать и обузить даже в каком-то смысле. Так, попробуем сейчас еще разочек запушить. Правую зоночку 25 киллов у нас уже есть. Запушим сейчас вот здесь правую зонку. Попробуем вот этого бойца разобрать. Вон какой-то у меня тут залетает интересный. Так, ну и попробуем свести, наверное, от этого бойца еще разочек. Так, чисто тяжелый танчик. Тяжелый танчик просто на сводочку. Бах! И улетает на рез просто со сводки. Жестко, очень жестко. Сводку надо больше реализовывать. С этим устройством я уже понял, что сводка здесь очень сильная. И как только вы встречаете средний, даже танк, надо стараться сразу сводиться. Сразу сводиться по среднему танчику и реализовывать в плюс ваш потенциал именно этого устройства. Круто, очень круто. Честно, очень круто. И мне нравится, что все эти обновы и новые устройства появляются именно на страйкера. Да, то есть именно на эту пушку. Вы знаете, как я люблю эту пушку. И когда на нее выходит сначала фауст, гидра, потом выходят вакуумные снаряды, выходит теперь еще метеор. Ну, это просто мое уважение. Это мое уважение, когда на страйкер столько устройств появляется. Единственное, только были бы у меня еще эти устройства на моем основном аккаунте, да, тогда было бы вообще максимально шикарно. Но, к сожалению, у меня пока что на основном аккаунте этих устройств нет. Но выглядят они реально круто. Все эти устройства новые выглядят очень круто. Да, ну и вы видите 30 киллов просто с легкостью. Просто с легкостью 30 киллов делается с этим устройством. Да, при том, что резистов особо нет от страйкера, да, можно очень круто реализовывать и показывать контентик. Да, только вот единственное, только я скажу, что вот именно это устройство лучше использовать в катках, где противник особо не кучкуется. Да, то есть где, возможно, большая какая-нибудь карта здоровая, да, и где все противники там катаются по определенным точкам. И это не какая-нибудь, например, осадочка. Да, мне кажется, кстати, даже в Джаггере это устройство можно будет реализовать хорошо за счет сводок. И каждый с водкой будешь наносить более 5000 урона, да, что будет, в принципе, очень и очень хорошим результатом. Поэтому круто, круто. Я рад. Честно, рад. Еще бы это устройство мне выпало бы на основной аккаунт. Угу. И мне бы вот так вот не сбивали бы прицел бы тиммейтер. Я был бы, наверное, еще в раз 400 больше рад. Так, 10 секунд у нас остается до конца. Каточка у нас... Заканчивается. Ну и... 33 килла мы делаем за этот бой. Как я и говорил, 35-40 киллов за такие катки можно оформлять. Пишите, что вы думаете по поводу этого устройства. Возможно, у кого-то из вас оно уже выпало. Да, вы уже его протестировали. Может быть, вы знаете, какие режимы лучше подходят для этого устройства. Либо карты. Напишите свое мнение. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Если вы еще вдруг не подписаны, но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok